Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас будет информационный выпуск и мы расскажем о том, сколько стоит жизнь в Таиланде. Это будут не абстрактные цифры, а на нашем личном опыте мы покажем, по каким статьям, сколько денег мы потратили за это время. К моменту съемки мы находимся в Таиланде уже третий месяц. Третий месяц подходит к концу и в конце вы увидите, сколько всего мы потратили за три месяца. Прежде чем улететь в Таиланд, что вам нужно? Как вы думаете, дорогие друзья? Конечно, сначала вам нужно купить авиабилет. Вы можете поехать, конечно, автостопом и на попутках, но мы берем стандартный экономный вариант авиабилет. Авиабилеты лучше покупать явно не за неделю, не за две, а лучше за месяца три-два, тогда они более дешевые. Также билеты можно покупать по промо-акциям, брать билеты с пересадками, они где намного дешевле, чем прямые. Например, очень часто выгодные билеты бывают на сайте Турдом, ссылку смотрите ниже. Там билеты, может быть, за день, за два до вылета, но очень-очень выгодные и бывают супер дешевые. Конкретно на нашем примере мы улетели из Москвы в Бангкок с пересадкой в Красноярске. Пересадка у нас была где-то сутки. Это стоило на человека 13 тысяч рублей. На сегодняшний момент, на март месяц, если лететь прямым до Бангкока, это будет около 28 тысяч рублей. Если лететь до Пхукета, от 35. Конечно, брать в две стороны намного дешевле, чем летать, например, в одну. Идем к следующему пункту. Значительную часть наших расходов занимает аренда жилья, так как собственного жилья в Таиланде у нас пока нет. Что у нас получается с жильем? Если вы снимаете по месяцам, то получается намного дешевле, чем, как, например, мы снимали, когда ехали с севера до побережья. Мы снимали на день, два, три, и у нас выходило в среднем дороже, чем если мы бы снимали на месяц, да. Какие у нас, например, требования лично наши? Должен быть кондей, должен быть холодильник, просторная комната, ванная должна быть своя и, конечно, интернет. С очень слабым интернетом и без интернетом мы не рассматриваем. Мобильный интернет он тоже хорош, но мне для работы и нам для талифки видео и именно нужен стабильный интернет. Так что для тех, кто работает в интернете, я думаю, это тоже очень важный критерий интернет. Смотрите, что происходит с арендой жилья. В Чангмай у нас получилось вместе с электричеством, с водой это 9600 в месяц. Здесь мы сняли в Крабе это 8500 в месяц, да, включая и электричество, и воду, и интернет. В среднем, в принципе, найти комнату с хорошими условиями, да, но, наверное, все-таки без кухни или там с общей кухней или маленький домик в Таиланде стоит 8-10 тысяч, да. Это без процентов всяким риэлторам и посредникам, да. Конкретно, если в рублях 8500 бат, это 19 тысяч рублей, 9600, это сколько у нас получается? Под 20 тысяч рублей у нас была аренда жилья в Чангмайе. Дальше идем к нашему любимому пункту, и это питание, потому что кушать мы любим, мы покупаем каждый день фрукты, например, вот этот ананас мы купили за 20 бат, средняя цена за килограмм драга на 50 бат, бананы можно такую звездку купить за 20. Питаться можно по-разному. Питаться можно только дома и довольно-таки скромно, а можно питаться в ресторанах 3 раза. Что получается с нами? Мы завтракаем дома, едим в кафе в среднем 1-2 раза. Можем, конечно, поесть 2 раза, если мы находимся, например, в дороге, да, и в комнате нет ни холодильника, фрукты хранить негде, поэтому мы можем и 2, ну, 3, навряд ли, все-таки 2 раза, если мы в дороге. А если мы живем стабильно, 1 раз в кафешке мы позволяем себе покушать. На еду по средним расчетам у нас получается 25 тысяч рублей на двоих в месяц, это 10,5 тысяч бат на двоих, то есть получается по 12,5 тысяч рублей на человека. Эту статью можно сократить, если не покупать там сладости или чуть-чуть сократить потребление фруктов. Вот, ну, мы не пьем, не курим, поэтому здесь в этой статье мы можем сэкономить. Дальше поговорим о передвижениях, о транспорте. Мы сами купили себе байк и на нем проехали с самого севера Таиланда почти до юга. Нам понравилось то, что у нас есть собственные средства передвижения, потому что сел, поехал, не зависишь ни от расписания, ни от автобусов, ни от поездов. Сервис довольно-таки здесь дешевый, я имею в виду смена запчастей и там ремонт какой-то мелкий. Большую часть расходов составляет все-таки заправка, то есть бензин. На сегодняшний момент, на март месяц 2016 года, 1 литр бензина где-то 23-24 бата за литр. Ну, нефть подешевела, в России, наоборот, подорожание, а во всем мире вся нефть стала дешевле. Что лично мы советуем? Если вы приезжаете менее чем на полгода, то лучше берите в аренду байк. Это где-то приблизительно 3000 бат в месяц. Это, так сказать, экономный, хороший байк среднего уровня. Они там не PCX, не Forza, не какие-нибудь крутые там Kawasaki, а нормальный, стабильный мокпедик. Если приезжаете более чем на полгода, то, в принципе, можете купить себе, и это будет выгодно. Ну, мы так думаем. Итак, подведем итог. За месяц в среднем, если не учитывать покупку байка, мы надеемся, что мы хорошо его продадим, и, соответственно, расходы сойдут на нет. Расход на двоих за месяц это 50 тысяч рублей. Соответственно, 3 месяца это 150 тысяч рублей плюс перелеты, да, авиабилеты. В среднем это получается 21 тысяча бат. То есть раньше это было приблизительно столько же рублей, 21 тысяча рублей, да. За 3 месяца, соответственно, 63 тысячи бат, пока нами потрачено. Достопримечательности, дорогие, мы не посещаем, мы любим дешевые достопримечательности или бесплатные, например, залезть на гору или посетить храм в горах, да, или просто понаслаждаться каким-то озером, видом, погулять. Больше статей серьезных по расходам у нас нет. Стрижка, стирка, косметика, какая-то химия, мыло, зубные щетки – это все-таки мелочи. Основную сумму, дорогие друзья, вы услышали – это 50 тысяч рублей в режиме умеренной экономии в месяц. Что можно сделать, чтобы сэкономить? Отчаянные. Вы можете передвигаться автостопом, соответственно, транспорт вы тратите ноль. Дальше вы можете снять еще более дешевую комнату, так сказать, с более скромными условиями. Ну, соответственно, какие условия и такая цена, да, можно и за 4 тысячи найти в месяц с каким-то там интернетом. Можно-можно, на Кучанге было за 4,5, в Бунгало, правда, без интернет. Кто хочет, тот найдет. Кичерка Трова, помните, друзья, не надо говорить, что «О, я ничего не нашел». Кто хочет, тот все и найдет. И маленький домик, и дешевую комнату. Можно сократить расходы на питание. Здесь тепло, здесь не надо есть, я не знаю, горячую прям такую еду, чтобы согреться. Здесь все отлично, классно. Свежие фрукты, можно все это готовить дома, да, то есть, соответственно, кафешки вообще не посещать. В конце нашей поездки будет еще одно видео о наших расходах, так сказать, подведем общий итог за эту зимовку. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими передвижениями, ставьте обязательно на лайки, если видео вам понравилось. И, конечно же, сами не забывайте путешествовать. Поверьте, бюджет – это дело такое личное, можно его и уменьшить, и увеличить, и любые рамки уложиться. Так что хороших вам дорог, веселых вам попутчиков и солнечного вам неба. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!